30 ноября 1939 года началась Советско-финская война. Это общеизвестный факт. Официальным поводом для начала Зимней войны стал инцидент у села Майнила. 26 ноября 1939 года в 15 часов 45 минут артиллерийским огнем были неожиданно обстреляны советские войска, расположенные на Карельском перешейке у границы с Финляндией. Всего произвели семь выстрелов. В результате были убиты трое рядовых и один младший командир, ранены семь рядовых и двое из командного состава. Обо всем этом советское правительство сообщило в официальной ноте финского правительству. Финляндия заявила, что выстрелы произвели с советской стороны. У пограничных войск Суоми не было орудий, тем более дальнобойных. Москву подобная реакция не устроила. 29 ноября СССР отозвал из Финляндии своих дипломатов. А утром 30 ноября по приказу главного командования Красной армии 163-я стрелковая дивизия перешла границу Финляндии на Карельском перешейке. Началась война, которая длилась три месяца и 12 дней. 12 марта был подписан мирный договор, в соответствии с которым боевые действия прекращались в 12 часов 13 марта. Граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешейк с Выборгом. Выборгский залив с островами Западное и Северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Власти Финляндии обязывались не держать на своем побережье Северного Ледовитого океана крупные военные суда, подводные лодки и военные самолеты. В аренду СССР на 30 лет был передан полуостров Ханко, но это была не первая война. С марта 1918 года по март 1922, военные столкновения происходили постоянно из-за территориальных претензий финских националистов. При этом официально Финляндия объявила войну РСФСР только 15 мая 1918 года. Это была настоящая военная интервенция с целью захвата чужой территории. В результате, по Тартусскому мирному договору, от 14 октября 1920 года определялась новая советско-финская государственная граница, подразумевавшая уступки в пользу Финляндии. В это время активно развиваются местными националистами идеи Великой Финляндии, а это территориальные претензии до восточных пределов Белого моря, Кольский полуостров с Мурманском, а также обширные территории до самого Урала. Именно эти идеи пыталось реализовать финское правительство, через некоторое время вступив во Вторую мировую войну на стороне Германии. В итоге недальновидность и упрямство правительства Финляндии привело к тому, что они потеряли около 40 тысяч квадратных километров своей территории, а самое главное, обе стороны понесли значительные людские потери.